Добрый день, дорогие студенты! С вами на связи студия ЗАРТ и я, Софья. Сегодня мы с вами будем делать нечто необычное. Весной часто бывают дожди, сильные, затяжные, почти так же, как осенью, но осенью больше. И мы, чтобы быть готовыми к этому, сделаем с вами зонтик. Яркий, красочный, цветной, замечательный зонтик. А вы знаете, что есть разные зонтики? Есть зонтики от дождя, а есть зонтики от солнца. Представляете, раньше барышни в 19 веке ходили с красивыми кружевными зонтиками. И до сих пор, например, в Японии, когда очень яркое солнце и очень жарко, открывают зонтики. Мы сейчас используем зонтик преимущественно, когда дождь. Так давайте с вами сделаем его. Для этого нам понадобятся ваши фломастеры, либо карандаши, либо мелки. Все, что у вас есть под рукой. Листочек А4, листок акварельной бумаги, акварель или гуашь, и восковой мелочек или свеча. Приступим? Первое, что мы с вами делаем, это складываем листочек пополам. Вот так. Уголочек к уголочку. И проглаживаем пальчиками. Возвращаем в одноисходную позицию. Чтобы он открывался у вас, как книжечка. Теперь рисуем с вами половинку радуги. Снизу до верху. И вырезаем. Раскрываем. У нас с вами получилась такая полурадуга. Даже не полу, пол полностью. Замечательная. Сейчас мы с вами делим ее на области. Это наш будущий зонтик. И каждую частичку мы должны с вами раскрасить. Любым вашим цветом. Каким хотите, чтобы у нас зонтик был яркий, сочный. Чтобы он радовал нас в самую пасмурную погоду. Поехали! Отлично! Раскрасили. Вот такая смешная юбка у нас получилась. И сейчас мы будем его складывать. Первое движение в зонтике мы начинаем от центра. Загибаем один краешек. Проглаживаем. Переворачиваем. И отгибаем этот же краешек обратно. Действуем только от серединки. Прогладили. Вернулись. Пальчиком серединку зажали. Отгибаем. Смотрите, видите, у нас гармошка складывается. Провели. На себя загибаем. Прогладили. Хорошо. Еще раз. На себя сложили. Отогнули. Еще раз. И еще раз. Замечательно. Посмотрите. Вот такая симпатичная гармошечка у нас с вами получилась. Теперь отогнем краешки. Чтобы у нас с вами была белая сторона. И вот здесь тоже два. Переходим ко второму этапу. Берем большой лист. Акварель. Свечу. Кисточку и водичку. Итак, ребят, мы с вами закончили первый этап работы. У нас получился с вами вот такой зонтик. Мы его пока отложим. Вместе с клеем. Нам нужно будет с вами нарисовать дождь. Как мы это будем делать? Выберем с вами карандаш. Тоненько размечаем. Земля и небо. На земле аккуратно-аккуратно рисуем лужицу. Когда же дождь у нас идет, у нас же всегда лужи. Маленькие, чуть побольше. И еще побольше. Лужу сделаем. А сейчас нам нужно будет с вами сделать дождик. У нас он будет косой. И внизу, и наверху. Теперь мы с вами берем восковую или парафиновую свечу. Или если у вас есть белый восковой мелок, он тоже здорово подойдет. И сейчас весь наш карандашик мы обводим. Жирненько-жирненько. И капельки дождя. Сильно нажимайте. У нас должен быть хороший отпечаток. Замечательно. Теперь берем кисточку и берем краски. Мы с вами берем синий. И заполняем весь лист. Смотрите, как красиво. Там, где лужа, вода у нас будет темнее. Вы можете добавить в нее немножко красного. Чтобы у нас получился такой фиолетоватый. Чуть потемнее. Дадим с вами нашей работе высохнуть. Вы можете воспользоваться феном. Что, собственно, я сейчас и сделаю. Мы можем с вами не до конца просушивать работу. Это не так критично. Главное, чтобы у нас были сухие места там, где мы будем приклеивать зонтик. И сейчас мы нарисуем то, за что мы держим обычный зонтик. Ручку. Берем с вами кисточку. Или можно маркер. Или фломастер. Все, что хотите. Главное, чтобы оно темным рисовало. Берем черный или коричневый. Ваша ручка может быть совершенно любого цвета. У меня она будет такая стандартная. Коричневая, чтобы ее хорошо было видно. И я ее нарисую где-то вот здесь. Можно даже немножко красненького добавить. Мне прям очень хочется. Только не капай ручкой. Чтобы наши капельки не убегали, вытираем кисточку. И легонечко сухой кисточкой выбираем капельки. Какой-то у нее круносый носик получился. Наверное, это какая-то птичка. Какая-то такая интересная ручка. Оставляем ее сохнуть. Она нам пока не нужна. Берем с вами наш зонтик и клей. И сейчас мы с вами вот эти белые уголочки, которые мы отгибали, промазываем. Хорошо-хорошо клеим. На коленках лучше это не делать. Иначе все ваши штаны будут в клее. Мама этому не очень сильно обрадуется. Мы же не хотим угорчать маму. Верно? Лучше это делать на столе или за мольбертом, как я. Теперь берем, еще раз проглаживаем в каких-то местах наш зонтик, чтобы он такой более раскрытый был. И сейчас аккуратненько-аккуратненько приклеиваем его. Раз. Прогладили. Два. Прогладили. И вот здесь можно еще намазать клеем. Серединочку. Посмотрите, какой замечательный зонтик. С таким зонтиком нам никакой дождь, да даже тайфун не страшен. И от солнышка можно спрятаться. И от дождика. Сделайте, пожалуйста, дома себе красивый-красивый такой зонтик. Покрасьте его самыми яркими цветами. Присылайте, пожалуйста, свои работы. Я буду очень рада на них посмотреть. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok